Доктор философии Ильин Доктор философии Ильин Доктор философии Ильин Как повезу, все собрано здесь, домой. Одна из фанаток фигуриста также сделала хендмейт-работу, посвященную чемпиону. Творение собираются выставить в японском музее. Это не просто какая-то картинка или не просто купленная вещь, а вещь, на создание которой уходит не один час, не один день, а месяц. Поклонница, возможно, приедет на шоу в Токио, и Денис с ней с радостью познакомится. А к Новому году фигурист вернется домой. Мне очень радостно провести этот день в кругу семьи, дома, в Казахстане. Я возвращаюсь домой, а после Нового года у меня сразу почти будет соревнование 6 января, я уже отправляюсь в путь. А после этого соревнования в феврале турнир четырех континентов в Китае, в марте чемпионат мира в Бостоне. Так что работа, работа и только работа. Виолетта Тельманова, Новости Ревью. А заслуженный мастер спорта Казахстана Илья Ильин сегодня защитил диссертацию в Академии спорта и туризма. Теперь он доктор философии, PHD. Нельзя было не заметить явное волнение докторанта. Хотя в исследовании спортсмен отразил то, о чем он знает не понаслышке. Подготовку высококвалифицированных тяжелоатлетов. Здесь же задачей является снятие эмоционального и физического напряжения, которые наступают при слишком больших нагрузках у спортсменов при интенсивных и длительных физических тренировках. Диссертационная комиссия долго мучила чемпиона вопросами. Если вначале он пытался отвечать примерами из текста, то под конец понял, что своими словами намного легче. Просто систему, если даешь эту, в любом случае будет 20% прирост у человека. Вот что я доказал. Не на себе только, на всей своей команде. И на молодых, и на всех она работает. Научный руководитель Ильина Станислав Хаустов отметил, что в диссертационном исследовании докторант опирался прежде всего на собственный опыт. Не только как тяжелоатлета, но и как тренера. И готовясь к своей третьей олимпиаде в Рио-де-Жанейро, он не только успешно учился в докторантуре, параллельно тренировался и выступал в самых престижных соревнованиях. Именно эти знания и помогли спортсмену успешно защититься. Теперь он не просто спортсмен, а доктор PHD. Это хорошо на самом деле. Одно время ты учишься, другое время ты занимаешься спортом. Надо в разных направлениях развиваться. Только тогда можно что-нибудь добиться. Присвоенную спортсмену ученую степень профессора Академии считают заслуженной. Ведь по их словам Илья Ильин очень добросовестно отнесся к учебе, несмотря на напряженный рабочий график. Лемара Удасова, Иль Бузунов, Респая Кыш, Ревью. Корона первой красавицы республики пока полежит на полочке. Алия Миргенбаева, Мисс Казахстан 2015, вернулась в родной Актау. Девушку встретили одногруппники и близкие. Начиналось все вроде бы хорошо. Поздравления, плакаты, объятия. А вот дома девушке пришлось забыть о победе и вернуться к домашним обязанностям. Алия, ты супер! Одержав победу в республиканском конкурсе красоты, Алия отправилась в родной Актау. Встретили девушку друзья, сокурсники и даже преподаватели. Я рада для нас, для Магасталской области, для Магастал-колледжа, туризма. Это очень такая гордость. Поддерживали ее морально и отправляли ей смс. Из аэропорта Мисс Казахстан со своей семьей отправилась домой. Там уже ждал накрытый Дастархан и родственники. Отец девушки признался, что никогда бы не подумал, что его дочь сможет выиграть. От всех сказанных родными слов Алия расплакалась. Она была спокойная, тихая девушка, можно сказать, даже и замкнутая, шустрая по дому, по помочь матери. Не помогать матери – грех. В семье Алии пятеро детей, поэтому работа по хозяйству и забота о младших для нее норма. Как оказалось, Мисс Казахстан начала свой путь модели против воли отца. Все это происходило без моего согласия, потому что все это делалось между матерью и дочерью, скрыто все это делалось. Но когда она первый тур прошла по Магасталской области, я думаю, чисто может случайность или везение может быть. Но после такого успеха дочери Нурадиль Миргимбаев уже не против отправить ее и на Мисс Мира. Напомним, что помимо титула и короны Алия выиграла пять миллионов тенге, один из которых она отдаст на благотворительность. А сегодня красотке преподнесли еще один сюрприз – приданой невесты. Все необходимое для молодой Келлен – набор одеял, подушки, а также дастархан. В ближайшее время это все может Алие пригодиться. У нее уже есть молодой человек и, похоже, у них все серьезно. Виолетта Тельманова, Новости Ревью. Гаджетомания охватила миллионы. Популярные разработки для ваших девайсов становятся все интереснее. Мы решили подвести итоги и составить рейтинг самых культовых приложений 2015 года. Популярнее и не придумаешь. Видеотрансляции в Перископе не ведет только ленивый. На сегодня больше 11 миллионов пользователей за кем-то наблюдают и показывают самих себя. Да что и говорить, даже акиматы полюбили прямой эфир. Дядь, привет, как дела? Пойдет. Может, в кино? Сойдет. Всегда мечтали сказать о столовиста Бэйби голосом Терминатора? Тогда вперед скачивать приложение Dubsmash, как это сделали уже миллионы пользователей. Пожалуй, это самое популярное приложение для Инстаграма в уходящем году. Этим летом девушки были просто озадачены. Приложение KELIN заставило не одну невестку пройти тест и похудеть от нервов. Даже звезды в стороне не остались. Кто еще так и не решился узнать страшную тайну про себя, бегом скачивать. Сверху всегда лучше видно. Вот и захватили мир дроны да квадрокоптеры. Мини-вертолеты со встроенной камерой летают в небе, снимая любой процесс с высоты птичьего полета. Видео получаются невероятно красивыми. Приложение Boomerang стало суперпопулярным в интернете. Оно захватывает несколько фото, затем склеивает и воспроизводит сначала в одном порядке, а затем в другом. Результат получается очень интересным. Ким Кардашьян давно подалась в кибербизнес. Вот на днях Дива выдала новую сенсацию Ким Модзи. Именные смайлики ее улыбки, пятой точки, глаз уже охватили миллионную аудиторию. И это не считая ее предыдущего приложения Голливуд. Яна Пучкова, Новости Ревю. Не записав еще ни одной песни, парни из нового бойсбенда Алуа Канаровой обзавелись уже тысячами фанаток. Одной из них даже посчастливилось дать группе название. Продюсер решил раскручивать команду нестандартно, через социальные сети. Победительницей конкурса на лучшее название для бойсбенда стала Асель Ануарбек. Как и обещала продюсер, девушка смогла первой познакомиться с парнями и пообщаться с ними в теплой дружеской обстановке. Когда я увидела запись в инстаграме Алуа Канарова, я сразу вспомнила японское имя Рензо, которое означает «третий сын». У меня это третий бойсбенд. Четверда, Рингу и вот теперь эти ребята. Как признается Алуа, чтобы определиться с выбором, ей пришлось подключить и других своих подопечных, ведь поступило около 700 предложений. Идет большая конкуренция, потому что вышло сразу два интересных новых бойсбенда, поэтому ребятам будет непросто. И, собственно, поэтому как-то хочется подойти к их раскручиванию и, скажем так, появлению не совсем стандартно. Завоевывать любовь поклонников Рензо планирует через социальные сети. Несмотря на то, что парни не записали еще ни одной песни, на недавно открытом профайле в инстаграме у них уже 11,5 тысяч подписчиков. Зрители увидят некое реалити-шоу, то, как создается эта команда вообще, потому что, как правило, большая работа остается за кадром. Вот именно момент создания. То есть не только подготовка, но и, не знаю, некоторые смешанные моменты, может быть, моменты из такие неожиданные, то есть, которые будут сниматься без нашего ведома. Продюсер говорит, что понадобится около полугода, чтобы выйти из соцсетей на сцену. А пока они ежедневно репетируют, чтобы предстать перед публикой в лучшем свете. Лемара Удасова, Ганикалуов, Ревью. Продолжаем выпуск. Джастин Бибер против Селены Гомес. Нет, это не война бывших. Просто новые альбомы исполнителей претендуют на звание «Диско года». Какими бы друзьями парочка ни рассталась, уступать ни один из них не собирается. В общем, это бизнес и ничего личного. Помимо этих голубков, награду могут забрать «Уикенд», «Лана Дел Рей» или «Уан Дирекшн». Однако, как ни крути, Джастин и Селена выбиваются из общей массы кандидатов. Примечательно, что альбом Бибера посвящен Селени, а ее, угадайте с одного раза правильно, бывшему парню. Теперь поклонники Джастин Лены решают, чей же страдальческий диск лучше. Я думаю, что у Гомес лучший альбом. Это хорошая работа, и ее чувства лежат на поверхности. Квентин Тарантино к Рождеству получил очень ценный подарок – именную звезду на Голливудской аллее славы. По словам режиссера, он был удивлен, когда узнал о награде. Ну и, естественно, без благодарственной речи Тарантино отпустить просто не могли. Впервые я побывал здесь в 1969 году. Мне тогда было всего 7 лет. Тогда я гулял с мамой и даже представить не мог, что и мое имя появится здесь. Новогодним настроением наслаждается и Джордж Клуни. Актер настолько счастлив из-за приближения праздников, что даже запел. Компанию Клуни на сцене составил Билл Мюррей. Получилось очень забавно. Дуэйн Скала Джонсон назвал эту зиму самой счастливой в жизни. Еще бы совсем недавно актер впервые стал отцом. Супруга знаменитости Лорен Хашиан подарила Скале дочь Жасмин. Снимком с крохой Дуэйн уже успел поделиться с фанатами. И заключительная новость. Стив Тайлер основал благотворительный фонд. Свою организацию артист назвал Дженнис Фант. Она будет помогать детям, которые пострадали от домашнего насилия. Решение о создании фонда Тайлер принял в 26-ю годовщину своей песни Дженнис Гат и Ган, которая рассказывает о нелегкой судьбе маленькой девочки. Сабина Тургаева, Мария Кузнецова, Ревю. Только хендмейд. В Алматы открылась еще одна новогодняя арт-ярмарка. Экспонаты госмузея подвинулись, чтобы уступить место дизайнерским штуковинам. Что дарить на этот Новый год, расскажет Виолетта Тельманова. Три этажа госмузея заполнили новогодней атрибутикой. Эта ярмарка собрала только хендмейд. Выставили на продажу свои творения творческие люди из Казахстана, России и Грузии. От милых праздничных аксессуаров до мыла, украшений и тапок. В общем, все, что можно завернуть в подарок. По большей части у нас достаточно мелкие подарки. То есть от 800 сенге до 2-5 тысяч. То есть это то, что можно как символический презент подарить. Вот такие вот наборы из елок, которые можно поставить куда угодно. Как на стол, так и на подоконник. И тут по 7 тысяч. Такая красота понравится любому, кто любит интересные и уникальные штуки. Ну и напомним, что следующий год у нас пройдет под символом огненной обезьяны. Обезьянки у меня сделаны по своим выкройкам, по своему дизайну. Одеваю я их тоже на свой вкус, чтобы ни у кого таких не было. Ну а чтобы вы посчитали, насколько мартышек у вас хватит денег, Скажем, что такие игрушки стоят от 3 до 10 тысяч. Впрочем, в качестве презента подойдет и необычное печенье. Игрушки имбирные у меня разные, пряники, наборы есть. Есть такие замечательные часы, они очень тонкой ручной работы. Это подарок на всю семью, либо корпоративный подарок. Если вдруг у кого-то из ваших друзей диета, то можно выйти из положения, подарив такой креативный альбом. Приготовьте сразу 5-6 тысяч. Обтянут полностью тканью. И его можно оформить в новогоднем стиле. Сюда можно положить и открытки наклеить, и написать пожелания. Сюда можно добавить новогодние фотографии и многое другое. Ткани сейчас обтягивают и свидетельства о рождении, делают папочки на свидетельство о браке, делают блокнотики. Новогодние ярмарки – отличная возможность найти что-то интересное и необычное, конечно, если вам уже не заказали подарки на Новый год. Ну а чтобы хоть чуток сэкономить, советуем и самим заняться хендмейдом. Начните хотя бы с упаковки подарков. Виолетта Тельманова, Ганикалуов, Новости Ревью. Мейкап всегда дело опасное. Чуть больше краски и все, ты королева монстров. Топовые визажисты и хейр-стилисты обозначили новогодние тренды и уже спешат с вами поделиться. Казахстанские красотки уже атаковали салоны красоты. Ведь скоро новогодняя ночь, а мейкап еще не продуман. Топовый визажист обозначила праздничный тренд – все лучшее в простоте. Ей лучше подойдут верхнюю складочку затемнить, стрелочки, сделать легкий макияж. Как обычно это бывает, предновогоднего времени очень мало. Поэтому лучше один раз купить многоразовые реснички, которые сделают ваши глаза яркими. Чтобы время не тратить, сделать сразу эффект бабочки. И не забываем акцент на губы. Глубокий, алый цвет – тренд будущего сезона для вечеринок. А вот девушкам с азиатской внешностью стоит поэкспериментировать. Черный смокий айс уже прошлый век. Пора добавить цвета. Чтобы подчеркнуть ее макияж и сделать комплементарный цвет, мы берем зеленый оттенок. Можем делать перламутр, как сейчас. Соблюдаем золотое правило. Яркие глаза, но бледные губы. Поэтому помада к такому мейкапу должна быть самой нежной, почти ньют. Мы использовали такого цвета перламутр в начале глаза. Стробинг уже объявили трендом. Немного блеска на лице добавит нужного сияния. Сложные укладки в новогоднюю ночь совсем ни к чему. Хейр-стилисты бьют тревогу, когда прически башни поселяются на головах. Минимализм. Наверное, это будет более понятно. Ничего лишнего. Лучше два элемента, но при этом они будут лаконичные, красивые. Пучки, какие-то небрежные хвосты, легкие локоны. Всего за 30 минут можно составить свой идеальный сияющий новогодний образ. К таким трендовым советам стоит обязательно прислушаться. Яна Пучкова, Руслан Хасанов, Новости Ревю. В уходящем году случился настоящий бэби-бум. Селебрити на перебой сообщают миру о пополнении в семье. Казахстанские знаменитости вообще впереди планеты всей. Такими темпами и звездные детские ясли можно открывать. Рождение этого королевского ребенка ждала вся Англия. Да что там, целый мир. 2 мая у принца Уильяма и герцогини Кэтрин родилась Шарлотта и Елизавета Диана. В честь такого события даже устроили грандиозный салют. Шоумейн Павел Воля в этом году стал отцом во второй раз. Лейсан Утяшева подарила ему дочку Софию. О рождении девочки пара тут же сообщила в соцсетях. Такой балагур Паша Воля оказался вполне серьезным папочкой. То ли еще будет. Горячая штучка Шакира не раз признавалась, что мечтает о собственной футбольной команде. Начало положено. В этом году певица родила второго сына. Малыша, кстати, уже записали в члены футбольного клуба Барселона. И он начал посещать игры своего папочки. А новорожденный малыш Нуржана Керменбаева скоро начнет посещать концерты папы. Певец с таким трепетом рассказывает о сыне Муслиме, что на первенце он точно не остановится. Я стал отцом и это очень, очень такое клевое ощущение. Запах ребенка меня, можно сказать, не отпускает. Не хочу уезжать из дома, выезжайте из дома. Счастливым отцом стал и певец Ренат Малцагов. Первенца назвали Даниалом. О таком событии Ренат сообщил на своей страничке в Инстаграме. Малыш уже находится дома, а его папочка все свое свободное время проводит только с сыном. Чита Черкасовых совсем недавно познакомила всех с первенцем. Девочку назвали Арнелла. О рождении дочери Алан сообщил тоже в соцсетях. И свои эмоции не скрывает. Счастливый папочка, что и говорить. Мисс Казахстан 2013 Айдай Исаева тоже впервые стала мамой в этом году. Айдай родила сына. На выписку из роддома пришли все ее звездные подруги. Этот момент был самым прекрасным в ее жизни, признается молодая мама. Яна Пучкова, Новости Ревю. Акмаль – новый супергерой. У него есть силы и способности, которым позавидует даже железный человек. Но вот только Акмалю всего 4 года, и его силы, к сожалению, заканчиваются. Тяжелая болезнь каждый день отбирает у мальчика способность бороться с главным врагом. 8 операций, 12 реанимаций, прием волшебных лекарств каждый день и надежда на вас, новых друзей супергероя Акмаля. Малыш призывает присоединиться к нему и всем вместе победить его врага. Реквизиты для направления помощи указаны на экране. На этом все на сегодня. До встречи. Одежду ведущим предоставил магазин индивидуального стиля Space Machine.